Поставщики голубого топлива недосчитались порядка полутора миллиардов рублей. Для республики долги за газ по-прежнему больная тема. Как улучшить платежную дисциплину и сократить задолженность? Сегодня эти вопросы обсуждали в Доме правительства. Подробности в нашем следующем материале. Долги за газ в республике продолжают расти. Власти региона это признают и ищут пути выхода из проблемной ситуации. Это рост на 37,2%. Огромные долги практически. Понятные инструменты надо находить. Сыграемся один раз, второй раз, третий раз. Но ситуация у нас не улучшается, а ухудшается. Как будем жить дальше? Простой вопрос. Или долги будут наращиваться, соответственно. Или есть у вас какие-то другие решения? Ответить на этот вопрос предстояло главам муниципалитетов с самыми крупными долгами. Уже не первый год в этом антирейтинге находится Шумерля. Ситименеджер говорит, что по счетам за газ сейчас не платят порядка 20% жителей. Нам бы научиться платить по текущим платежам. Это раз. Плюс здесь прозвучала работа с полукровняющим компаниями. Кстати, по Шумерле тоже, в общем-то, довольно негативный опыт мы имеем. Уже несколько раз банкротили эти компании. И те же люди приходят туда, мы их создаем. Значит, здесь элементарно надо с инспекцией жилища начать вести порядок. Чтобы сократить убытки, шумерлинские власти намерены уйти от нерентабельных котельных и построить новые, блочно-модульные. Сейчас, отмечает председатель Кабмина, для города это наиболее подходящий вариант. С стороны республики сейчас, со стороны Чувашгаза, мы работу эту ведем. Я надеюсь, что Минстроя в полном объеме за лето все это сделает. И к следующему отопительному сезону мы уже будем иметь более-менее рентабельный бизнес в городе. Та котельная, которую Чувашгаз взял, строитель, мы там долгов не имеем. То есть показываем, что мы, в общем-то, работаем нормально. Решить проблему с долгами может помочь и переход на прямые платежи поставщикам газа. Недавно такая система была внедрена в АлатРи и Канаше. В обоих муниципалитетах ситуация стабилизировалась. По текущим платежам рассчитывается. Вот они крат, представь, мы их не пригласили сюда, не предложили приглашать. Потому что четкий план мероприятий, который они проводят. Глава региона отметил, что выйти из долговой ямы муниципалитеты должны до грядущего отопительного сезона. Дмитрий Ковалев и Александр Петров. Республика.